Валерия Королёва Сегодня расскажут, как спасать жизни. Итак, в гостях у нас сегодня заведующий отделением экстренной и плановой консультативной помощи областной клинической больницы Иван Александрович Кудин, заместитель главного врача по медицинской части Тверской станции скорой медицинской помощи Алексеева Галина Артуровна, руководитель службы анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Александрович Петрушин и заведующая отделом экстренной и плановой консультативной помощи детской областной клинической больницы Екатерина Олеговна Цветкова. Здравствуйте. Начнем, пожалуй, со скорой помощи. Галина Артуровна, расскажите, как обстановка на сегодняшний день. Конечно, нагрузка на структуру скорой медицинской помощи в последнее время возросла достаточно значительно. Средняя нагрузка на бригаду сейчас у нас до 18 адресов в сутки. Ну, максимальные пиковые нагрузки мы обслуживали до 600 обращений на станцию скорой медицинской помощи. Если в среднем такой внеэпидемический период, это где-то около 400. То есть на треть у нас нагрузка взросла однозначно. Что могу сказать, что, наверное, наши достижения, что, несмотря на то, что мы такие же люди, как и все остальные, болеем, количество бригад скорой медицинской помощи у нас не снизилось. Поэтому работаем, конечно, сейчас в напряженном режиме, но пока мы с работой справляемся. А сколько в среднем задействованы машины на линии скорой помощи? На линии. Ну, в среднем выходит около 32 выездных бригад. В общем-то, от 31 до 35 в сутки мы работаем. По-прежнему оказывается скорая медицинская помощь посредством санавиации. Иван Александрович, расскажите, в каких случаях подключается санавиация? Наша служба, значит, обладает в своем штате бригадой, укомпультованной врачами, анестезиологами и ренематологами. Собственно, это и определяет профиль нашей работы. Не надо думать, что санавиация – это исключительно вертолеты. У нас также есть наземная бригада, работающая в круглосуточном режиме. Мы работаем с пациентами в случае наличия у них жизнеугрожающих состояний, нарушения витальных функций по профилю. Сколько у вас задействовано вообще вертолетов? В настоящий момент премии в нашем распоряжении есть два вертолета, Ми-8 и К-32, которые базируются на аэродроме Змеево. А как вообще строится ваша работа? Процесс от поступления вызова до прибытия пациента уже к месту оказания помощи в УКБ? Здесь максимально все упрощено. Мы старались, чтобы процесс принятия вызова, принятия решения по вылету или выезду был максимально прост. Потому что, вы сами понимаете, это экстренная ситуация. Как правило, это чаще всего почему-то ночь. Поэтому любой медицинский работник нашей Тверской области, который дежурит в ЦРБ, находится в машине скорой помощи, может позвонить в службу санитарной авиации и с дежурным анестезиологом-реаниматологом ответственным согласовать дальнейшую таптику. Вместе они определяются, требуется ли эвакуация воздушным транспортом или наземным. Отправляется заявка в диспетчерскую аэропорта Змеева, воздушное судно вылетает по адресу. Либо же эта машина согласуется, значит, действие в любом случае между двумя врачами. Никакие другие люди, начальники, неначальники не принимают в этом участие. Вертолеты санавиации принимает областная клиническая больница, а также детская областная клиническая больница. Екатерина Олеговна, расскажите, как у Вас обстановка? Отделение плановой экстренной консультативной помощи на базе нашей больницы также укомплектовано врачами разных профилей. Но основной костяк – это анестезиологи-реаниматологи. Но мы работаем еще и с новорожденными детьми. То есть это дети старшего возраста, это одна бригада, и с новорожденными детьми работает другая бригада. Работаем мы с медицинскими организациями Тверской области, где детки уже получили первую медицинскую помощь. И корректируем в зависимости от профиля вызова, какую помощь мы будем оказывать в том или ином случае. Если это новорожденные дети, это, естественно, консультативная помощь, и потом уже решение вопроса о транспортировке новорожденного ребенка. Если это дети старшего возраста, также нам сообщают дежурные врачи, мы корректируем лечение до приезда бригады и выезжаем или вылетаем с помощью вертолетов, которые базируются в Змеево, на выезд. Укомплектованность бригады врачебного персонала, я имею в виду, зависит от профиля выезда. То есть у нас в распоряжении еще по графику работают нейрохирурги, хирурги. Мы можем привлекать травматологов, урологов, узких специалистов. Вот вся необходимая помощь, которую мы можем оказать на нашем уровне, вся мы обеспечиваем. А какие поводы обычно бывают? У нас очень часто это ситуации, в которых беды, которые попадают дети. В основном это ДТП, катотравмы, падение с этажей, ожоги. В зимний период это снова зимние виды транспорта. Ну и в летний период это были мотоциклы, скутеры. К сожалению, до сих пор у нас очень много травм детей на пешеходных переходах, на нерегулированных пешеходных переходах. То есть в ночное время очень много поступает вот таких вот звонков. Ну и никто не забыл о том, что у нас еще очень много заболеваний детских, которые никуда не делись, и которым также оказывается наша помощь. А сколько в среднем вылетов совершает вертолет в сутки? Или это все-таки не каждый день, к счастью, случается? Ну, мы обращаемся по необходимости. То есть, ну, всегда это согласовывается, конечно, с областной клинической больницей. То есть у нас где-то в месяц до 100 вызовов. Вот, примерно до 5 мы можем осуществить вот так вот, чтобы воспользовались авиатранспортом. Иван Александрович, а как часто вылетает ко взрослым? В летний период у нас количество вылетов доходит до 3-4 за сутки. Сейчас, конечно, меньше. Вылеты вертолетные регламентируют и погодные условия. Сейчас, в настоящий момент времени, мы выполнили за год 176 вылетов. В 12 случаях, значит, это были пациенты с коронавирусной инфекцией, требующие оказания экстренной медицинской помощи. Здесь хотелось бы, опять-таки, сказать спасибо скорой помощи нашей Тверской и скорой помощи Тверской области. Они наладили достаточно эффективную систему маршрутизации этих пациентов. Поэтому мы вылетаем и выезжаем на этих пациентов только в случае, если они поступают в стационар первого уровня уже с какими-то критическими нарушениями витальных функций. Их не так много. А стационар уже это, соответственно, бывает и реанимация. Максим Александрович, как у Вас обстановка? Ну, обстановка боевая. Сейчас в областной клинической больнице развернуто порядка 80 койк интенсивной терапии. Это не только койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это также общие реанимационные койки. В общей сложности у нас в структуре службы 4 отделения анестезиологии реанимации, которые оказывают помощь пациентам как с отчетанной травмой, так и для пациентов с болезнями системы кровообращения. Это пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения. После пациентами с острыми коронарными симптомами различными. А также не прекращается же высокотехнологичная медицинская помощь. И зачастую пациенты, которые перенесли очень сложные технологические операции, после операционного периода требуется, чтобы они находились в отделении реанимации. Для этого у нас существует специальное отделение, которые оснащены полностью, и там находятся эти пациенты. В общей сложности у нас сейчас развернуто 8 скольк реанимации и интенсивной терапии. Сейчас короткая реклама, не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Сегодня мы обсуждаем тему оказания медицинской помощи в период пандемии. Мы остановились на вопросе, как работает реанимация. Максим Александрович, Вы рассказали, что несмотря на сложную обстановку, да, и коронавирусных пациентов, прочая медицинская помощь, в частности реанимационная, она оказывается. Расскажите поподробнее, как сейчас строится работа реанимации в такое непростое время. Ну, тут глобально-то каких-то новых вещей у нас не пришло, за исключением использования средств индивидуальной защиты. И пациенты, любые пациенты мы рассматриваем как возможные пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Поэтому все сотрудники отделения интенсивной терапии, анестезиологи, реаниматологи, они, конечно, работают в средствах индивидуальной защиты. Что, ну, там, год назад было, конечно, для нас это дикоинкой какой-то. Мы об этом ничего не знали. И не знали вот эти маркировки FFP2, N95 и прочие такие непонятные никому цифры. Сейчас вот это основной акцент в том, что весь персонал, как средний, так и младший, так и врачебный, они в обязательном порядке работают в средствах индивидуальной защиты. Но это такое самое главное, наверное, большое отличие, которое было по сравнению с тем годом. А по составу структуры пациентов глобальных изменений не было. Люди как болели, к сожалению, так и болеют. И на первом месте у нас болезнь из системы кровообращения, как я уже говорил. Это, наверное, в первую очередь, на чем строится работа областной клинической больницы, потому что у нас специализированный сосудистый центр. И только в Тверской областной клинической больнице оказывается есть рентгенохирургическая метода диагностики и лечения. Это при острых коронарных синдромах. Это специализированная нейрохирургическая помощь. И только у нас, к сожалению, делаются операции на работающем сердце, проводится аурс-коронарное шантирование. Поэтому эти пациенты как были, так и они поступают. Но единственное отличие глобальное в том, что это обязательно работа в средствах индивидуальной защиты. Ну и, конечно, по оборудованию, по оснащению, конечно, пандемия позволила всем обратить внимание на службу интенсивной терапии. И мы сейчас очень хорошо комплектованы оборудованием. То, что те дефициты, которые у нас были раньше, они сейчас полностью восполнены благодаря работе правительства Тверской области. Там было закуплено на Тверской области очень большое количество аппаратов ИВЛ. Это, конечно, очень большой плюс. Екатерина Олеговна, очень частный вопрос от наших телезрительниц, в частности от мамочек. В каком режиме сейчас работает детская областная клиническая больница, учитывая, что на ее базе тоже развернут госпиталь? Детская областная клиническая больница не прерывала свою работу ни на один день. И работает в полном объеме, круглосуточно. Мы оказываем помощь как плановую, так и экстренную. У нас не прекращаются и плановые операции, и, соответственно, экстренное оперативное лечение и помощь в травматологии, урологии, нейрохирургии. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но все меры по предотвращению, да, вот распространение коронавирусной инфекции тоже у нас все приняты. Инфекционный госпиталь, это развернуто на базе нашей больницы, но он никак не повлиял на работу детской областной клинической больницы. То есть, я знаю, что поликлинический прием у нас можно записаться по онлайн-записи. То есть, это тоже мера, да, такая вот, в связи с тем, чтобы не приезжать лишний раз и не контактировать. Поэтому все в плановом порядке, в полном объеме, вся помощь оказывается детям Тверской области и города Твери. А у нас есть звоночек от телезрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны кому-то ответить, каким образом в Твери образовано доведение до низового, вот до участковых терапевтов информация, каким образом можно сократить поступление именно в такие, в экстренные, как говорится, в реанимацию, не доведение до экстренных случаев. Потому что упорно участковые выписывают антибиотики и все. И человек вместо того, чтобы, ну, как бы улучшаться, ухудшается, сидя дома. Поступает потом, когда ему уже совсем плохо стало на фоне этих антибиотиков. Это, наверное, не вопрос. Я, наверное, отвечу, попытаюсь ответить. Это, конечно, проблема очень актуальна, и мы понимаем всю сложность этой ситуации. И, конечно, было принято решение создать консультативный центр для оказания помощи пациентам, особенно такой центр поддержки принятия решения для участковой службы. Потому что мы понимаем, что зачастую врачи не всегда сталкиваются с такими пациентами, им надо какую-то поддержку оказать в плане именно консультации. Консультативный центр создан на базе областной клинической больницы, я понимаю, на базе ЕДЦ будет создаваться тоже консультативный центр. Да, он сейчас создан где-то и у вас есть, да, и на базе детской областной больницы, где 24 на 7 врачи могут оказать, получить специализированную консультативную помощь. И, конечно, сейчас наша стратегия работы создана на не попадание человека в отделение интенсивной терапии, а предотвращение. И я думаю, в ближайшие дни мы, в какие-то время, мы получим уже изменение ситуации. Галина Артуровна, скорой помощи, пожалуй, наверное, сейчас сложнее всего работать. Какие сложности сейчас появились? Испытываете ли вы дефицит кадров в следующий день? Дефицит кадров у нас существовал и до пандемии, да. Собственно говоря, за это время особенно ничего не изменилось. Но, слава богу, к нам приходят ординаторы, которые осваивают профессию прекрасно и работают на выездных бригадах. Таким образом, мы действительно поддерживаем количество бригад на определенном уровне. Оснащение у нас достойное абсолютно сейчас. Все машины оборудованы медицинской аппаратурой, медикаментов и СИЗОВ нам хватает. Так что работаем мы в полноценном режиме, несмотря на такую вот нагрузку. Иван Александрович, а повлияла ли эпидемия коронавируса на работу санавиацией? В принципе, никаких изменений по службе у нас нет. Что до пандемии мы работали с пациентами в критических состояниях, что сейчас. То есть, ну, первопричина меняется. Опять-таки, как правило, пациенты с коронавирусной инфекцией, которые тяжелые, которые требуют нашего внимания, они его требуют не на фоне того, что они болеют ковидом, а на фоне того, что у них развиваются осложнения основных заболеваний хронических. Чаще всего, сердечно-сосудистых. Поэтому, кроме работы в средствах индивидуальной защиты, опять-таки, ничего принципиально не поменялось. Мы также возим людей на ИВЛ с позапрессорной поддержкой. Полный объем интенсивной терапии оказываем на догоспитальном этапе, на межгоспитальных транспортировках. Так что, принципиально, все тоже. И, соответственно, болезни все те же? Болезни те же. А с чем чаще всего? Какая причина самая частая? У нас, учитывая достаточно взрослый возраст наших пациентов, это, естественно, болезни системы кровообращения, острая коронарная патология в особенности, это пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, но по-прежнему действительно много в области пострадавших ДТП, в том числе и взрослых. Зимний период – это ожоги на пожарах, достаточно часто в летний период утопление и отравление неизвестными веществами. Все это есть, и ковид этому не мешает. Поэтому, ну да, в основном, действительно, это воздействие внешних причин, так называемые, и болезни системы кровообращения. — Галина Артуровна, у скорой помощи какой самый частый повод для вызова? — Ну сейчас, конечно, каждое четвертое-пятое обращение – это температура. А так, как Иван Александрович сказал, у нас та же самая нозология. Это сердечные проблемы, давление у пациентов, головокружение, у детей травмы случаются. В принципе, структура не изменилась, просто прибавилась еще температура. Вот это обращение самое частое на данный момент. — И, конечно же, наболевший вопрос наших телезрителей, затянулось ли ожидание приезда в медико? — Ну у нас существует, как бы так объяснить образно, светофор тревожности. То есть есть вызова, которые называются красными, это экстренные адреса, когда, например, ДТП, взрыв, утопление, не дышит. Туда мы доедем за 20 минут. Вызыва второй категории срочности, например, боли в грудной клетке, травмы, то, что не касается такой непосредственной угрозы жизни. Это первая свободная бригада. Стараемся и туда доехать за 20 минут, конечно. Практически выполняем вот эти вот сроки. 20 минут — это касается городской черты. И 60 минут — Калининский район. Мы обслуживаем Твери и Калининский район на данный момент. Другие вызовы, в частности температура, это относится к категории неотложных. Так называемые желтые адреса, они до двух часов должны обслуживаться. Но так как шквал обращений особенно такие в дневные часы или в выходные дни, когда не работает поликлиника, в этом случае по этим адресам, к сожалению, у нас бывают задержки. Но стараемся, конечно, на максимум. Бригады работают в очень интенсивном режиме, не о каких-то обедах. Иногда мы обедаем ночью для того, чтобы поспать к нашим пациентам. То есть у вызова все равно какой-то приоритет существует? Однозначно, приоритет, да. Вызов в экстренной форме — это 20-минутный доезд по городу и час по Калининскому району. 20 минут — это, я так понимаю, регламент? Да, это территориальная программа государственной гарантии. А часто ли врачи скорой помощи выезжают к пациенту с коронавирусом? Да, в данный момент это один из самых частых поводов, конечно. Конечно. Человек-то вызывает на температуру, да, а уж диагноз устанавливается на месте вызова. Поэтому вот непосредственно вызов, чтобы он звучал коронавирус, это чаще всего лечебное учреждение, да, когда уже установлен диагноз. А так человек вызывает на температуру, кашель, боли в грудной клетке, а там может оказаться что угодно. Ну, не всегда оказывается, что это, к счастью, коронавирус. Да, иногда и не так. Максим Александрович, к Вам вопрос. Сколько сейчас вообще пациентов с коронавирусом, да, в таких более сложных формах, на ИВЛ? И какой вообще, в принципе, резерв сейчас койко-мест? Ну, 20% коечного фонда у нас он свободен. А сейчас, вот я только сюда приехал после обхода, а сейчас в отделении интенсивной терапии пациентов для лечения с новой коронавирусной инфекцией 44 пациента находятся. Они находятся все на каком-то виде респираторной поддержки. Это, ну, как это форма, виды, какие-то виды искусственной вентиляции легких резервов. У нас они существуют. Мы развернули дополнительные койки. И то, что было там в первую волну, в первые месяцы пандемии, с чем мы столкнулись, это дефицит ресурсов и дефицит оборудования, конечно, у нас его сейчас нет. У нас недостаточное количество аппаратов для инвазивной, неинвазивной вентиляции легких. Нам пришли большое количество ребят-ординаторов. Там они устроены врачами-стажерами. Я очень доволен. Сейчас пришли молодые ребята, которые в глаза горят, которые хотят помогать людям. Конечно, я надеюсь, из них получится там, ну, прям новая генерация врачей. У нас получится это все создать. Вот. Поэтому резервы сейчас у нас есть. И самое главное, у нас есть резерв как по койкам местам, койкам местам, оснащенные кислородом, а самое главное, по оборудованию и по людям. Екатерина Олеговна, что происходит в детской областной клинической больнице, да, с койками местами? Не сократилось ли их количество, как наши родители переживают? Нет, у нас больница работает в штатном режиме, койка у нас работает, сокращения койочного фонда у нас нет. То есть все в полном объеме с целью оказания видов помощи любой детскому населению. А сейчас, в принципе, да, инфицированных стало больше по сравнению с весенними показателями. Опыт так называемой первой волны, если ее можно так назвать, он вообще помогает? Сейчас как работать, сложнее, чем было весной или наоборот? Наверное, я отвечу. Ну, нам стало проще. Нам тоже. Да, потому что ушел страх, ушел дефицит ресурсов. Потому что вначале люди боялись, шли единицы, а сейчас уже... Спокойно. Понятно, да, раньше там был вопрос по какой-то дефицит, сизов средств индивидуальной защиты был. Сейчас эти вопросы уже не стоят. И уже болезнь, понятно, что еще очень много, еще нам предстоит узнать. И до конца она не изучена. И, к сожалению, тут надо время, какие-то клинические наблюдения. И ответы по лечению мы дадим через год, другой. Но уже такого ужаса, недопонимания, которые были в марте, апреле месяца, уже нет. Уже это такая ваша рутинная работа. Абсолютно рутинная. Причем нет никаких ненужных эмоциональных движений. Сейчас стало на порядок поручее. Хотя и количество пациентов стало побольше, и тяжелых пациентов больше. Но, в общем-то, работать сейчас стало гораздо легче. Максим Александрович, что касаемо пациентов не с коронавирусом. А с чем у вас сейчас, допустим, люди? Ну, сегодня тоже был на обходе в реанимации. Большое количество пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Есть пациенты, которым проведена тромболитическая терапия по поводу острого нарушения мозгового кровообращения. Есть пациенты с черепно-мозговой травмой, там, вследствие ДТП. И есть пациенты какой-то хирургической патологии, там, с острыми панкреатитами. Ну, это обычная работа реанимации. Я думаю, если там наши коллеги кто-то смотрит, они понимают, что это такие, ну, рутинные наши дела. Таких вот вопиющих каких-то эксцессов нет. Ну, да, есть сезонность. Как Иван Александрович сказал, что летом у нас это пациенты с утоплением, там, после перелома мишейного отдела позвоночника. Зимой это больше, особенно в новогодние праздники, это количество обожженных увеличивается. Но это сезонные вещи, которые мы уже каждый год видим, к сожалению. И пока мы как-то повлиять на это, к сожалению, тоже не можем. А так, вот эта категория пациентов, она как была до эпидемии, так она сейчас и осталась у нас. Иван Александрович, а часто ли уже на подтвержденный ковид вылетаете? Мы практически всегда выезжаем на пациентов с высокой вероятностью коронавирусной инфекции. Основа нашей работы – это эвакуация из лечебного учреждения в лечебное учреждение. Часто это пациенты, которые имеют уже КТ с признаками вирусной пневмонии. Иногда это бывают пациенты с мазками положительными, чье состояние в первые 14 суток может ухудшиться. Поэтому часто мы на подтвержденные случаи, чаще намного, чем скорая, мы на них выезжаем. Они-то вообще в неизвестность едут и никогда не знают, что там есть на самом деле. Я очень ценю и понимаю у них труд. Я сам бывший врач центральной подстанции, Тверской станции скорой помощи. Поэтому близки они моему сердцу. Галина Артуровна, повторю вопрос, часто ли скорая помощь сталкивается с такими пациентами? А главное, как Вы защищаетесь? Какие сейчас особенности перевозки этих пациентов? Знаете, когда начиналась пандемия, много для нас непонятных вопросов в отношении этого вируса было. И подход к защите медицинских работников, он тоже с развитием пандемии, он менялся. Сейчас все бригады, они работают как инфекционные бригады, потому что любой повод к вызову для нас может обернуться действительно пациентам, где будет либо подозрение на ковид, либо ковид рано или поздно подтвердится. Поэтому все бригады ездят в средства к индивидуальной защите. Если мы непосредственно сталкиваемся с пациентом, у которого подтвержден ковид с положительными мазками, то эти костюмы обрабатывают, сразу утилизируются, одеваются новые костюмы. То есть мы сейчас полностью оснащены, город нас видит, что мы работаем в костюмах Каспера. Все члены бригады, в том числе и водители, у нас обязаны носить и носят средства индивидуальной защиты. Поэтому как-то и основной наш контингент медицинских работников переболел в первую волну. И сейчас мы уже в более таком щадящем режиме работаем, когда нет такого большого количества больничных листов среди медицинских работников. А допустим, не на ковид, да? Вы опять же в костюмах поедете? Да, потому что это может быть человек с травмой, да? Ему обязательно при поступлении в стационар делают компьютерную томографию легких, там выявляется ковид. Человек об этом даже не знает, для него может быть это новостью. Но тем не менее эти случаи уже просто система. Поэтому, конечно, мы едем на любой вызов в защите. То есть своего рода перестраховка? Однозначно перестраховку. Мы бережем операционал. Люди, как и везде люди. Это очень важно. Ексения Олеговна, а есть ли необходимость у врачей детско-областной клинической больницы работать в такой защите? Да, конечно. Потому что у нас тоже поступают вызовы с медицинских организаций Тверской области. И дети, допустим, находящиеся в экстренном какой-то ситуации и диагноз жизни угрожающий, мы тоже не знаем анамнез. Он может находиться в контакте с больными родственниками. И также можно пропустить ковид-инфекцию. И также мы работаем все в органах в индивидуальной защите. И у нас же есть еще дети новорожденные, рожденные от матерей с ковид-инфекцией. У нас в городе заорганизовано три инфекционных госпиталя для детей. И на базе второй детской больницы вот как раз у нас провизорный госпиталь для новорожденных деток, которых мы возим от мамы, которые переносят ковид-инфекцию. И эти дети могут быть и в очень тяжелом, крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Конечно, средства индивидуальной защиты у нас у всех. Так же, как вот на скорой помощи и в областной клинической больнице. Уже тоже в связи с эпид-обстановкой многие проблемы уже не воспринимаются так остро. Уже это на уровне рутины, как оказание помощи. Мне кажется, человек ко всему привыкает. И если раньше, то мы все воспринимали ношение масок обязательно только в рабочем блоке интенсивной терапии или в операционной. То есть сейчас, например, без респиратора, там, FFP2 или там маски, чувствуешь уже себя как-то голым, что ли. Тоже такое обязательное ношение. Человек ко всему адаптируется. Екатерина Олеговна, а как вообще дети, подростки, да, переносят коронавирусную инфекцию? Намного же легче, чем взрослые? Да, намного легче. Ну, это факт. То есть дети младшего возраста, они иногда просто бессимптомно проходят течение заболевания. Хотя по анализу мы видим, что это ковид-инфекция. Дети более старшего возраста, да, у них есть респираторные нарушения, но они в такой средней степени тяжести, так скажем. И эти дети, естественно, эвакуируются в боксированные учреждения, детские инфекционные госпитали, а где получают соответствующее лечение. А у нас есть еще один звонок в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо врачам. И хотя бы вопросик узнать. Вот если люди переболели уже, им там прошел уже месяц лишний, им надо дальше маски продолжать носить? Или он может уже маску не носить, и он уже больше не заболеет? Спасибо за вопрос. Максим Александрович, наверное, к вам опять же вопрос. Ну да, я попробую ответить. Это такой, ну, отчасти простой вопрос, а отчасти очень сложный. Вирусы, частицы вируса с помощью ПЦР могут детектироваться у переболевших пациентов до 90 суток. Но сейчас появляется все больше и больше информации о повторных заболевших пациентах. Мы не можем с точностью сказать, на какой период времени образуется у человека иммунитет после перенесения болезни. Поэтому мой призыв и моя просьба ко всем, пожалуйста, даже если вы переболели и думаете, что у вас есть высокий титр иммуноглобулинов, пожалуйста, носите маски. Это очень важно. То есть все равно есть опасность заболеть по-новому? А были ли у вас такие пациенты? У нас очень малое количество пациентов, ну, такие пока единичные случаи, когда мы говорим о повторном заболевании, ну, коронавирусной инфекции. Но наши коллеги как из всего мира, так и из Москвы все больше и больше об этом репортуют. Поэтому я говорю, болезнь еще новая, много еще неизвестного. Поэтому давайте, пожалуйста, беречь себя и окружающих, своих близких. Это очень важно. Маски – это такой, вроде, такой дешевый способ и вроде простой. Но, как показала практика и большие данные исследования, это наиболее эффективный способ. Екатерина Олеговна, а как вот прокомментировать ситуацию, что некоторые родители детям маски не надевают? Есть ли смысл в этом? Или все-таки детям это не обязательно? Ну, как не обязательно? Дети – это маленькие люди. Естественно, в этом плане это родители несет ответственность за здоровье своего ребенка, в том числе и юридическую. И маски надо носить, и детям в том числе. Потому что часто такая ситуация, что идет мамочка вроде бы в маске, а ребенок идет в береге. С детьми сложно труднее. Мужу маленькому, да, там, трех-четырех годовому ребенку очень трудно объяснить, почему вот эта вот штучка должна у тебя на лице быть. Поэтому, ну, я думаю, что это как-то надо обыгрывать, какую-то ролевую игру придумать. Сейчас маски красивые есть. Да, очень есть маски красивые, специально для деток с картинками. Но стараться надо обязательно, оберегать детей от этой инфекции и от окружающих, которые окружают деток. То есть вреда ребенку от маски не будет, как считают? В серьезе считают? Нет, не будет. Это средство индивидуальной защиты. Ну, я здесь не говорить надо. У меня вот самого дома сидит четырехлетний, который после нормального обстоятельного разговора сам одевает маску. Вот, не надо ограждать детей от этой информации, ну, не надо страшилок рассказывать. Конечно. Поэтому проблем в этом нет никаких. У меня семилетняя пришла с бабушкой в магазин и заставила бабушку одеть маску. Многие здесь понимают гораздо больше. Максим Александрович, а какие особенности работы с реанимационными пациентами в красной зоне? Ну, красная зона, она сама по себе-то подразумевает, что там есть какие-то особенности. Это работа, в первую очередь, в средствах индивидуальной защиты. Это респиратор, FFP2 минимум, а так как мы работаем так называемой разуль-генерирующей процедурой, приходится одевать респираторы более высокого степени защиты, FFP3, либо полнолицевые маски. Это, конечно, ну, так и создает определенные поначалу неудобства. Ну, там, исполненно лицевая маска, наверное, самое большое неудобство, это сложности коммуникации, приходится там кричать, особенно по телефону объяснить другому. Там это несколько пар перчаток, поэтому там некоторые такие очень чувствительные манипуляции, ну, приходится менять навык просто вот этот манипуляционный. И то, что вот сейчас хорошо стало, похолодало, когда на улице была жара, конечно, было очень тяжело там в некоторых Касперах работать, там в Касперах, либо там Тайвики какие были у нас на тот момент, ну, и поначалу там у некоторых, у некоторого персонала были тепловые удары. Но сейчас, как бы, ну, вот это самый главный такой нюанс по работе, а так работа есть работа. Иван Александрович, Вам тоже приходится же сталкиваться, да, с СИЗами? Ну, помимо всего прочего, 4 месяца я работал врачом-анестезиологом-ренематологом в официальном госпитале номер 3 областной клинической больнице, поэтому про нахождение в СИЗ как бы не понаслышке знаю. И транспортировки по области у нас бывают достаточно длительными, то есть, если это мы берем ренемобиль, и, например, Торопец или Андреаполь, это 4 часа в одну сторону. Вот, поэтому все способы гигиены, все лайфхаки по ношению, все это было нами изучено. Мы готовились изначально, как только информация о том, что ковид идет на планете, появилась. Мы использовали для отделения протоколы, которые были разработаны для работы с Эболой. Это тоже инфекционное заболевание первой и второй группы патогенности. И, скажу так, к первому нашему выезду на ковид, это был пациент СВЛ из Конаково, 5 апреля, мы первым в областной начали работать с ковидом. У нас были подготовлены машины, подготовлен персонал, они прошли, соответственно, инструктаж о том, как носить, как обрабатываться. Ну, то есть, мы были готовы. В принципе, никаких не испытывали в том плане затруднений. Намыки у нас примерно те же самые, ну, за исключением эфирентной терапии, которые оказываются в реанимационном отделении. Поэтому потихонечку приспособились, поменяли руки маленько, так сказать. И в целом, все работает штатно. У нас, я хотел бы пояснить, у нас, знаете, очень, особенно в инфекционных госпиталях, был поставлен с самого начала, с самого начала, очень жесткий регламент ношения и одевания средств индивидуальной защиты. Это прямо такой, ну, must have, как бы, что выполнялось всем персоналом неукоснительно. И мы понимаем, тут такая ситуация, когда очень важное чувство плеча, и ты понимаешь, что если твой напарник, коллега, либо там, младший персонал неправильно одевает средства индивидуальной защиты, он является потенциально заразным, как для тебя и для твоей семьи. Поэтому все тут друг за другом следили, и поэтому в этом плане очень жесткий регламент соблюдался. И поэтому, на самом деле, в Тверской области очень мало людей, которые заразились именно на работе в красной зоне медицинских работников. У нас нет летальных исходов среди медиков, которые работают в инфекционных госпиталях. А пациенту реально ли коронавирусом, неинфицированному, да, заразиться в стенах реанимации? Какие предпринимаете мирозащиты? Ну, если пациент не болит новой коронавирусной инфекцией, он не находится в инфекционном отделении, это априори. А пациенты, они могут заразиться в больнице за счет аэрозольного пути, если он находится с другим пациентом, который заболел новой коронавирусной инфекцией. Это единственный путь заражения, и все. Но так, у нас, так как палаты боксированные разделены, у нас нету реанимации, не построены по принципу, когда в одной палате находится много койка, как бы все палаты, они полубоксированные или боксированные. Поэтому у нас нету массового скопления пациентов, поэтому у нас единичные случаи инфицирования за 9 месяцев работы. — Галина Артуровна, мы знаем, да, что есть бдительные граждане, пациенты, которые звонят в скорую помощь по абсолютно любому поводу, обоснованному и нет. Есть еще другая крайность, противоположная, это самолечение. В чем сейчас опасность самолечения? Сейчас же могут еще и коронавирус полечить. — Опасность несет, да, интернет, который иногда советует, там совершенно, иногда даже опасно для жизни, я бы сказала. Конечно, самолечением заниматься не нужно. У нас в нашем медианодиспетчерском центре развернут консультативный врачебный пост, где любой пациент может, да, не только вызвать скорую медицинскую помощь, но если ему требуется экстренная помощь, получите консультацию врача. Если человек не знает, да, ему становится хуже на фоне лечения, которое мы назначили участковый доктор, да, или где-то ему уже назначено это лечение, он всегда может обратиться к нам за помощью, да, и если там не нужен вызов экстренной службы, да, его отконсультирует врач, да, и подскажет, что в этом лечении, да, настораживает или поменяет, да, или, может быть, это неправильный прием, иногда пациенты не записали или неправильно поняли доктора, да, поэтому, конечно, всякие случаи случаются, но мы никогда не отказываем в консультации вот именно по этому поводу, что не надо заниматься самолечением, это мой призыв. Максим Алексеевич, я смотрю, вам есть что добавить к этому поводу? Ну, тут такое, хотелось бы, куда, смотрите в камеру. Я тоже призываю всех не заниматься самолечением, потому что, ну, в интернете очень много противоречивой информации, и, пожалуйста, очень много шарлатанов сейчас, и люди, которые просто хайпят на этой теме, и у меня призыв, пожалуйста, также не применяйтесь, как самолечение, это антибиотики. Это большая проблема, потому что эта вирусная инфекция, она не лечится антибиотиками ни в коем случае, и мы сейчас получили то, что все массово начали скупать антибиотики в аптеках, особенно оригинальные, дорогие антибиотики, их просто пришли к тому, что они ушли в дефектуру, и самое главное, мы увеличиваем рост резистентных микроорганизмов, которые становятся устойчивы к антибиотикам, а противовирусного эффекта не получаем никакого, только получаем вред. Пожалуйста, откажитесь от самолечения антибиотиками дома. А чрем, чем вообще это чревато? Чревато, но еще раз я говорю, что вирусная инфекция, она не лечится антибиотиками. Антибиотики – это препараты, которые созданы против микроорганизмов, против бактерий, и они должны назначаться только по строгим показаниям. Это, например, повышение уровня ликоцитоза в клиническом анализе крови, повышение биохимических маркеров, таких как проклицетанин, например. Но это очень жесткие критерии, это должен назначать только врач. Мы получаем то, что человек принимает антибиотики, он получает ложное чувство надежды, что он как-то лечится, хотя он никак не лечится. А самое главное, я уже говорил, в стратегическом плане, в перспективе, мы создаем микроорганизмы, которые становятся невосприимчивы к антибиотикам, которые есть на данном деле. Появление антибиотиков вообще на рынке – это очень длительный этап. Процесс создания одного антибактериального препарата – это 5-10 лет. И промышленность, фармацевтическая промышленность, так называемая Бигфарма, просто не успевает создавать новые антибиотики. У нас выходит в год один-два новых антибиотика, но их регистрация – это очень длительное время. Из-за того, что мы вот так бесконтрольно принимаем антибиотики, мы просто убиваем их, на самом деле. Еще один наболевший вопрос от наших телезрителей. Есть категория инфицированных коронавирусной инфекций, которые лечатся дома. Но нельзя сказать, что каждый из них осознает свою социальную ответственность. И, по идее, он должен находиться на изоляции дома, но он гуляет в общественных местах. Чем это вообще чревато для него, для окружающих? И сколько он вообще способен заразить? Ну, здесь, наверное, нет предела подсчету лиц, которых он может заразить. Потому что если он придет куда-то в закрытое помещение, допустим, в ночной клуб, где вентиляция совершенно некачественная, он заразит всех, кто там находится. Если он пойдет гулять в парк, осознавая свою ответственность, то тут, конечно, риск заражения гораздо меньше. Но вообще это преступление, на самом деле. Сейчас медицина работает в очень напряженном режиме. Риск для любого человека очень высок. И не понимать таких элементарных вещей, конечно, это на данный момент граничит с преступлением, таким эмоциональным преступлением. Екатерина Олеговна, а как родителям у себя и детей, собственно, уберечь от лишних инфекций? Конечно, минимизировать нахождение в местах общественного пользования, магазины, нощение масок, социальная дистанция. Про нее ничего не говорили. Постоянно об этом все дискутируется и напоминается в средствах массовой информации. Поэтому детей касается все, что касается и взрослых. Естественно, ответственность за ребенка несет родитель. Наша программа подошла к концу. Напомню, что сегодня мы говорили о том, как оказывается медицинская помощь в условиях пандемии. А в Тверской области поговорили о работе скорой помощи, санавиации и реанимации. Гостями в студии сегодня были заведующие отделением экстренной и плановой консультативной помощи Тверской областной клинической больницы Иван Александрович Кудин. Заместитель главного врача по медицинской части Тверской станции скорой медицинской помощи Алексеева Галина Артуровна. Спасибо. Руководитель службы анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Александрович Петрушин. И заведующий отделением экстренной и плановой консультативной помощи Детской областной клинической больницы Цветкова Екатерина Олеговна. Спасибо. Меня зовут Валерия Королева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин